МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лучшая защита от гриппа, вакцинация, как в детской поликлинике проходит прививочная кампания. Экологические акции и помощь пенсионерам. В Сарове пройдет осенняя неделя добра. Классная встреча. Дворец детского творчества возобновил проект российского движения школьников. Далее расскажем обо всем подробно. В стаж работы будут включать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, если они необходимы для работы. Правительство утвердило новые правила досрочного назначения страховой пенсии по старости. Изменения затрагивают многие категории россиян. Речь идет об учителях, врачах и работниках общественного транспорта. До последнего времени в стаж зачисляли только периоды, когда человек находился на работе полный день, а также время получения пособия по государственному социальному страхованию, при больничных, ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременных женщин на работу, исключающие воздействие неблагоприятных производственных факторов. При этом время, потраченное работниками на обучение и переподготовку, в стаж не засчитывали. Минтруд предложил исправить этот правовой пробел. Подготовленный ведомством законопроект вступил в силу. В детской поликлинике стартовала вакцинация детей от гриппа. Прививку можно сделать, как только малышу исполнится 6 месяцев. Врачи советуют не затягивать и записываться на вакцинацию уже сейчас. Подробности далее. В Нижегородской области фиксируют подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрированы и первые случаи гриппа. Началась учеба, дети пошли в новые коллективы и стали активно обмениваться вирусами. Чтобы снизить риск заражения простудными заболеваниями, врачи советуют соблюдать несколько простых правил. Когда вышли из транспорта, из магазина, лучше руки обработать антисептиком. Ну, тем, который ребенок переносит, пожалуйста. Можно с собой давать ребенку, кстати, в школу салфеточки влажные. Приучайте не трогать грязными руками, немытыми лицо, глаза, нос. После школы можно обработать слизистую слабым солевым раствором. Одевайте ребенка по погоде многослойно. Воздух между слоями одежды сохраняет тепло. В меню нужно добавить побольше овощей и фруктов. Можно пропить курс витаминов. Но самой лучшей защитой от гриппа остается вакцинация. Сентябрь и октябрь – лучшее время, чтобы сделать прививку. Как раз до начала эпидсезона сформируется иммунитет. В этом году вакцинируют препаратом Ультрекс-Квадро. В ней нет частиц живого вируса. Заболеть гриппом после вакцинации невозможно. Содержит антигены от четырех вирусов. Вирусы гриппа А. Вот свиной грипп, Гонконг. И вирусы гриппа В тоже два. Вакцина не содержит консервантов и дополнительных веществ. То есть вакцина такая хорошая. Прививают детей, начиная от шести месяцев. Самая уязвимая гриппа категория населения – пожилые и маленькие дети. У них болезнь может пройти в тяжелой форме и оставить серьезные последствия. Он поражает легочную ткань, на кровь плохо действует. И очень тяжело переносится он в плане неврологии. То есть обычно очень сильная головная боль, тошнота, рвота может быть. У детей у маленьких до двух лет судороги могут быть даже на фоне гриппа. Кроме того, для детей раннего возраста очень мало препаратов, которые можно использовать для лечения. Школьникам делают прививки от гриппа в учебных заведениях. Родителям дошкольников и малышей, которые не посещают детский сад, нужно записаться на вакцинацию через портал пациента. Губернатор Глеб Никитин провел прямую линию и ответил на вопросы жителей региона. Всего поступило около двух тысяч обращений. Как сообщили в пресс-службе главы региона, на все сообщения, даже если они не прозвучали в эфире, обязательно ответят. В ближайших выпусках мы расскажем о самых ярких моментах прямой линии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей, сделав процедуру добровольной для некоммерческого транспорта. С этим предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Поправки в Госдуму депутаты внесли 14 сентября. Напомним, ранее указ об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО подписал Владимир Путин. Было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах, отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснулин. В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Однако обязательный техосмотр сохранится в случае перерегистрации транспортного средства при смене собственника или если транспорту более 4-х лет. При этом процедура для коммерческих машин останется обязательной. 14 человек пропали за сутки в лесах Нижекородской области. Как сообщает портал «Про город», все они заблудились, отправившись за грибами. К вечеру в МЧС и полицию от родственников поступали звонки. С помощью волонтеров, спасателей и полицейских нашли 12 человек. Еще двое ждут спасения в лесу. Об их состоянии ничего не известно. Потерявшиеся грибники находятся в Вачском и Лукояновском районах. МЧС напоминает, отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон, фонарик, запас еды и воды. Предупредите родственников, куда именно вы идете за грибами. Европейскую часть России ждет резкое похолодание. Отклонение от климатической нормы составит 2-5 градусов, сказал научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Холодная погода продержится до понедельника. Резкое снижение температур уже ощутили на себе жители Нижегородской области и ближайших регионов. В МЧС предупредили, что из-за заморозков может похолодать до минус 4 градусов 16 по 18 сентября. 20 сентября музею военно-исторической миниатюры исполнится 3 года. Сотни уникальных экспонатов, привезенных из разных уголков России и мира, панорамы сражений, макеты военной техники – все это много лет заботливо собирал Вячеслав Лопашов. По случаю дня рождения музей приглашает горожан на экскурсию. Вход свободный, без возрастных ограничений. Музей находится в здании ОБЦ. Улица Силкина, дом 10А, комната 18. И работает по будням с 17 часов. Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех видов коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. «Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям». Скворцова также рассказала, что в ФМБА есть разработки тест-систем, которые способны определить все существующие линии COVID-19. 30 августа НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ завершил доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса. Ученые разрабатывают препарат от новой инфекции на основе вируса гриппа. Вакцина предполагает интраназальное применение в виде капель или спрея в нос. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 594 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 437 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 34 человека. Из тех, кто госпитализирован, трое в тяжелом состоянии. С 17 по 19 сентября в России пройдет голосование. Саровчане будут выбирать депутатов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Проголосовать в этом году можно как очно, так и онлайн. Для этого было необходимо заранее зарегистрироваться. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. С 17 по 19 сентября в России пройдет единый день голосования. Жители страны проголосуют за депутатов Государственной Думы. А жители Нижегородской области выберут членов регионального парламента. Отдать свой голос можно онлайн и традиционно на избирательных участках. Мы спросили у Саровчан, будут ли они голосовать и почему. Это обязательство, которое мы должны исполнять. Мне кажется, это... Ну, когда ты уже более-менее взрослый человек, даже не после 18. Наверное, это попозже приходит в понимание, что просто нужно это сделать. Чтобы свою оценку дать в политической ситуации. Это уже, так сказать, единый порыв народа, всего народа. Мы же народ. Народ должен это самое, все-таки принимать участие в управлении государством. Вот мы и пойдем. Я уже привык. Я ни разу еще не ходил, чтобы мне не голосовать. Раз выборы, начинали голосовать. Или против, или за. Это единственный шанс, наверное, поменять что-то в стране. Правда, должны голосовать все. Потому что нужно нужных людей избрать, которые двигали бы страну вперед. Большинство Саровчан ответили, что пойдут на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Другие ответили, что не хотят участвовать в выборах. А некоторые и вовсе отказались от ответа. Правительство определило перечень физкультурно-оздоровительных услуг, при оплате которых с 2022 года можно получить налоговый вычет. Среди них услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях и разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Вычет можно получить также при покупке абонемента в фитнес-центр или бассейн. Организации, которые оказывают такие услуги, должны соответствовать следующим требованиям. Физкультура и спорт – их основной вид деятельности. Сотрудники должны иметь профильное образование. Организация должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% потраченной суммы, то есть до 15,6 тысяч рублей. Оформить вычет можно будет в налоговой или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Сыровчан приглашают принять участие в «Осенней неделе добра». Она пройдет во всей Нижегородской области с 20 по 26 сентября. Что такое «Осенняя неделя добра» и какие акции в себя включает, наши съемочные группы рассказали в ресурсном центре добровольчества. Всероссийская неделя добра ведет свою историю с 1997 года. Эта добрая традиция распространилась по всей стране и дошла до наших дней. В Сарове и Нижегородской области акция проходит два раза в год – осенью и весной. В этот раз «Осенняя неделя добра» прирочна сразу к нескольким событиям. Планируется масса мероприятий разноплановых от Всероссийского дня бега до Международного дня жестовых языков. Цель акции – это привлечение волонтеров, добровольцев, повышение активной гражданской позиции. В рамках «Осенней недели добра» волонтеры организуют различные акции и мероприятия – флешмобы, лекции, спортивные эстафеты, социальные видеоролики, благотворительные вечера. Также добровольцы выходят на городские субботники и оказывают адресную помощь. Участвовать в «Осенней неделе добра» могут волонтерские и общественные организации, школьники и студенты. «Осенней неделе добра» пройдет в Сарове с 20 по 26 сентября. Для участия в акции нужно заполнить анкету в группе ВКонтакте молодежного центра до 17 сентября. Новый сезон проекта «Классная встреча РДШ» в Сарове начался 15 сентября в Дворце детского творчества. Активисты российского движения «Школьников», инструкторы Союза детских организаций «Сияющие звезды», городского союза старшекурсников «Статус» рассказали, за какие заслуги дают путевки в «Артек», «Орленок», «Океан» или «Смену». «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Поехать в эти лагеря мечтают многие школьники. Большинство ребят и их родителей думают, что попасть в один из всероссийских детских центров нереально и очень дорого. Но это не так. Активисты из «ДОО «Сияющие звезды»» рассказали о том, как выиграть путевку в эти лагеря и почему там нужно побывать каждому. Каждый лагерь уникален по-своему и в каждом лагере есть что-то лучше другого или хуже. Один из шансов, который вот сейчас самый реальный, это финал «Большой перемены». Сейчас мы едем на полуфинал, а финал будет в «Артеке», и там будет целая смена. Последний раз Екатерина была на смене в лагере «Океан», который находится на берегу Японского моря недалеко от Владивостока. По словам девушки, это был интересный опыт. Она узнала много нового и познакомилась с ребятами из разных уголков страны. Лагерь «Океан» – это концентрация дружелюбной атмосферы, это концентрация учебных программ по дополнительному образованию. Очень много таких программ и, наверное, профессионализм каждого из педагогов. Для Алины Товторкиной любимым лагерем стал «Орленок». Туда она попала благодаря конкурсу «Песенка года», где для ребят проводят мастер-классы от признанных деятелей культуры, конкурсные испытания и концерты с участием звезд эстрады. Алина была и в других всероссийских детских центрах, но «Орленок», по ее словам, самый душевный. Это всероссийский детский центр, в котором побывало огромное количество детей, знаменитостей, например, Андрей Малахов, Лазарев и так далее. И это очень душевный лагерь, в котором очень много разных творческих программ, спортивных программ, в котором каждый ребенок может реализовать себя, показать свои навыки. Дети внимательно слушали выступающих, задавали различные вопросы, чтобы решить, какой лагерь им понравился больше. Ребятам посоветовали активно участвовать в жизни школы и класса и собирать портфолио личных достижений, чтобы выиграть путевку в один из лагерей. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!